Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения на сплей на ютубе. Буду рад вас всех, кто вы видите. Ну и также у нас продолжается наш марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий видеоролик, так что дерзайте. Ну что же, в прошлом выпуске, к сожалению, мы вылетели из Кубка России, но теперь, значит, мы будем все силы свои бросать в Лигу Чемпионов. У нас сегодня четвертьфинал, вы сегодня уже узнаете, попадем ли мы в полфинал или нет. Играем против Мадридского Реала, также между этими матчами играем в Чемпионате России, также там еще ничего не ясно, станем ли мы уже трехкратными подряд чемпионами России. Поэтому давайте начинать. У нас первая игра против Реала дома. Ну и собираем состав. Так, ну за свой состав что-то я стал действительно сейчас переживать. Многие уставшие у нас игроки, там, скорее всего, это после Кубка России. У Реала, мне кажется, проблем таких нет. У них Лено, Ригелон, Рамос, Варан, Адриазолок, Рос, Казимира, Вериту, Венисус Джуниор, Бензема и Марко Асенсио. Еще и Златан Абрагимович там на скамейке запасных есть. Так что я не знаю, ну, этот матч нам, наверное, все-таки нужно отстоять на ноль. В любом случае нельзя пропускать от Реала, все-таки они играют в гостях. Будем стараться. Зенит Реал. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Мадридского Реала. Четверть-финал очень трудный для нас соперник, с которым мы вроде как не встречались еще ни разу в Лиге Чемпионов. Ну вот, почему бы и нет сейчас в четверть-финале постараться обыграть лучшую команду в Лиге Чемпионов многократного обладателя, лидера по этим трофеям Лиги Чемпионов. Поэтому посмотрим. И все-таки пропускаем. Первый удар Карима Бензему на 18 минуте, и мы уже пропустили. Ну, замечательно. Вот чтобы вам не собрать, действительно, посмотрите на эту статистику. Один удар у них, один створ, один гол. И все-таки мы сравниваем. 96-ая минута 1-1. Слава богу, получилось дотолкать этот мяч. И в Мадрид мы отправляемся с преимуществом Мадридского Реала, в любом случае, если бы они забили на выезде. Но хотя бы мы не проиграли дома. Вот это вот меня уже радует. Слава богу, здесь как-то получилось так затолкать. 1-1. И все, финальный сесток. Ну, по игре, мне кажется, мы должны были забивать. Должны были забивать побольше. Но владение равное, поэтому игра по себе, сама по себе была тоже равной. Жедус у нас стал лучшим игроком матча. Итак, у нас переговоры по Доноруме за 36,5 миллионов, согласно его продать. И за 17,300, согласно нам продать Мерита. Поэтому я вот с Ананой сразу отклоняю переговоры. Не вижу смысла. Также не вижу смысла, в принципе, по Хендерсону. Потому что все-таки 82-й у него рейтинг. А мы вон Бернардо не можем за 3 миллиона купить. Поэтому все, как-то так. Скауты снова находят вратаря. Это Раду из Интера. Но рейтинг 80, поэтому, к сожалению, сразу нет. Итак, у нас следующая игра против Тульского Арсенала. Собираем состав. Естественно, сейчас буду его ротировать, чтобы основные игроки у нас отдохнули перед ответной игрой с Мадридским Реалом. Все. Даже выпустил несколько футболистов с формой ниже среднего, чтобы дать отдохнуть нашим основным игрокам. Зенит против Тульского Арсенала. Играем дома. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Тульский Арсенал. Чемпионат России. Подготовка Зенита к игре против Мадридского Реала на Сантьяго Бернабео. Поехали. И вы серьезно? Вот это вот залетает. 37-я минута. Также абсолютно первый удар у Тульского Арсенала. Ну ладно, второй, но все равно. Такая хрень из-за штрафной и Луневу тем более еще и залетает. Ну это бред. И 1-1. Отлично. Перед самым перерывом Чалов сравнивает счет. И 1-1. Все-таки удалось нам сравнять счет, хоть и пропустили первыми. Снова у нас ничья. Вторая уже ничья в этом выпуске. Ну и отправляемся мы в Мадрид. Надеюсь, у нас получится получше сыграть, нежели чем с Тульским Арсеналом. Итак, после 25-го тура мы все так же на первом месте лидируем над Локомотивом в 9 очков. Так, скауты еще. Нам нашли одного вратаря, я так понял, это Дроговский. Да, так и есть. Ну, 26 лет, из Ферентины. Чисто из-за его бороды. Может быть, даже и можно его взять. Посмотрим, посмотрим в любом случае. Денег нам даже на него хватит прямо сейчас. Но просто отправим, почему бы и нет. К тому же посмотрим по договоренности с Ферентиной. Ну, а мы переходим к игре на Сантьяго Бернабео. Реал нас принимает. Ну и смотрим. По готовности весь мой стартовый состав, в принципе, готов. Это меня уже радует. А у них Кастил на воротах, у них Милитао в защите, Амави слева. Карвахаль, правда, теперь на поле. Вальверде, Асенсио слева, Азар в нападении, Бернарду Сильва справа. Поэтому у них тоже небольшая такая ротация произошла. Но я надеюсь, нам получится их додавить. Итак, Сантьяго Бернабео. Мадридский Реал принимает Зенит в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов. Поехали! Нам обязательно сегодня нужно забивать как минимум один гол хотя бы. чтобы сравняться по гостевым голам с Мадридским Реалом в этом противостоянии. И Жезуус! Отлично! 11 минута. И теперь уже Зенит выходит первыми вперед. И мы забиваем на выезде. А это значит, что мы сравниваемся с Реалом по показателю гостевого гола в нашем противостоянии. И все. Финальный сесток. Зенит минимально обыгрывает Мадридский Реал на Сантьяго Бернабео и выходит в полуфинал. Ну вот так вот. Хоть и пропустили мы первый гол от Мадридского Реала еще и на нашем стадионе от Бенземы. Но получилось благодаря голу Жезуса в прошлом матче. А в этом я даже тоже забыл. Ну, кстати, да, тоже забил. Поэтому два мяча Габриэля Жезуса нас выводят в полуфинал Лиги Чемпионов. Итак, дальше по гостевому голу выходит Атлетика Мадрид, обыграв Ливерпуль, Манчестер Сити, обыграв Армению и Бавария, обыграв Барселону 4-3. Поэтому либо Атлетика, либо Манчестер Сити, либо Мюнхенская Бавария. Причем с Манчестер Сити и с Баварией мы вроде как играли. Вот с Атлетика вроде ни разу. Итак, Драговский согласен за 8800 перейти к нам. Рейтинг 81. Поэтому как-то я не знаю. В любом случае, пока что оставим. Хотя можем убирать его сразу, потому что рейтинг все-таки из-за этого уже можно было его даже не подписывать. Вот 83 для нас теперь приоритетный рейтинг, который мы можем подписать. Так, Чалов, кстати, сейчас не заметил, какое он прозвище получил. Дракон. Объясняли бы еще почему. Но у нас сейчас игра против Урала. Там, кстати, наверное, жеребьевка уже была. Да, мы сыграем в полуфинале против Баварии. С ними мы играли на групповом этапе нашего первого сезона. И вроде как дважды их обыгрывали. Но точно не проигрывали. Может, один раз и ничего с ними сыграли. Поэтому сейчас играем вторым, скорее всего, составом. Вот таким составом мы выходим. Урал против Зенита. Вы знаете, для нас игра в чемпионате России. Поехали. Итак, стадион центральный в городе Екатеринбурге. Урал принимает полуфиналиста Лиги Чемпионов. Зенит уже второй год подряд выходит в полуфинал. В прошлом году даже дошли до финала, где, к сожалению, проиграли ПСЖ. Но в этом году они все-таки, я надеюсь, настроены взять реванш за прошлый год и выиграть Лигу Чемпионов. Тем более действующий обладатель Лиги Чемпионов и самую титулованную команду Зенит уже обыграл в этом сезоне. Но теперь предстоит разобраться с теми командами, с которыми Зенит, в принципе, уже имеет для себя историю противостояния в Лиге Чемпионов. И отлично. Наконец-то мы теперь выходим вперед за весь этот выпуск. Чалов на 15-й минуте очень хорошо с подкруточки пробил. От штанги мы забили. Мы выходим вперед 1-0. И все. Минимальная выездная победа. Благодаря единственному забитому мячу от Федора Чалова. Мы одержим победу над Уралом. Ну, тоже равная с ними была игра. Все-таки мы тоже таким ротационным составом играли, чтобы дать отдохнуть после Лиги Чемпионов. Поэтому как-то так. После 26-го тура у нас лидерство в... Все так же, кстати, в 9 очков над Локомотивом. Так, у нас очередные переговоры уже по моей команде. Давайте посмотрим. Бариуса хотят купить в Тоттенхэм за 9800. Нет, к сожалению, мы отклоняем. Что у нас по сообщению? Дизи Бариус и все. Если я все правильно посчитал, у нас и осталось с вами 4 тура Чемпионата России. И вот если мы выигрываем в следующем туре, там, ну, к примеру, со Спартаком, но это вряд ли мы с Спартак обыграем, потому что я буду, скорее всего, играть вторым составом. К примеру, дальше мы видим Ротор. В общем, если мы дальше там одерживаем хотя бы две победы, надо по расписанию представить, то мы станем чемпионами. У нас Ротор, у нас ЦСКА, кстати, и у нас Локомотив под конец. Поэтому, ну, мне кажется, надо нам обязательно обыгрывать, ну, Ротор это уж точно, и ничеечку спасать с ЦСКА, иначе Локомотив нас обует и в Кубке России нас выбили, сейчас еще и чемпионами могут стать, поэтому нам нужно обязательно, там, победа и ничья за оставшиеся 4 игры. Ну, и, естественно, не будем забывать про Лигу Чемпионов. Очень важные две игры с Баварией, ну, и финал будет. Поэтому все, на этом, ребята, все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид, до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok